как быть профессионалом в своем деле вот такой вопрос но я бы добавил нужно ли это по христиански ли это и говорит ли библия о том чтобы мы становились профессионалом в своем деле а почему я задаю этот вопрос потому что какая-то часть верующих христиан считает что как мы с вами и подчеркнули что слово божие самое важное самое главное приоритете в отношении всех остальных моментов а в отношении психологии других наук и как люди пытаются изучить какие-то сферы нужно ли сегодня нам с вами идти вот этим путем и как или мы должны игнорировать потому что есть достаточно мест писаний где мы должны взять свой крест и идти за христом где мы должны в приоритете держать волю божью они волю человеческую где мы должны пожертвовать всем ради ради христа и дело божьего пренебречь свою душу и ну что вам перечислять вы издавайте ли нам эфирного времени с описания ответьте как как можно да как можно что вы думаете да что вы думаете да и лезер давай с тебя начнем ну знаете есть всегда не смерть первое что приходит на мысль в принципе вот кто-то говорит да то не нужно быть профессионалом главное в бога верить но этот же человек если он пойдет доктору зубному хирургу он очень хочет чтобы человек был профессионалом значит я знаю людей и сообщества верующих до которые отговаривают ходить к врачам на здоровичка на здоровичка варивает это их личная да какие личная вера их не отношения с господа когда мои друзья приезжали в такие сообщества верующих и люди каялись за то что они обращались к врачам как бы исповедуясь и говоря что они уповали на человек они уповали на человека они не до конца сильные верующие смотри я начинал церкви ходить который за просмотр новостей по телевизору могли отлучить от церкви поэтому разные мероприятия бывают христианские такое было да давайте да вот а если посмотреть как по-серьезному да то как бы каждый человек он должен быть профессионалом свое дело что preguntь каждый потому что если мы хотим чтобы у нас был хорошая вода у нас было хорошее гаджеты чтобы у нас были хорошие медицины чтобы нас были те же политики хорошие министры хорошие чтобы у нас страна развивалась хорошо каждый человек должен заниматься своим делом и возрастать в этом деле, посвящая себя, то есть, во-первых, определив, кто он. То есть, ты хочешь сказать, что и пастора должны быть профессионалами? И пастора должны быть профессионалами. Потому что Антон Павлович Чехов, мне кажется, очень хорошо сказал, что умные любят учиться, а вот остальные учить. И Писание нам говорит, что немного и делайтесь учителями, пусть подвернитесь большему осуждению. Пусть человек выходит, что ты рассказываешь? Я помню, 90-е годы, когда многие были не очень, что там уже говорит. И когда человек выходит, говорит, Иисус Христос на кресте говорил на иных языках. Эли, Эли, Ляма Савахтания. Понимаете? И все говорят Амин. Когда человек выходит, говорит, вижу ведро, понимаете. Ну и что это значит? Я вижу, вы трактуйте, вы там отвечаете. И жили вот в этих вот вещах таких странных, понимаете, когда люди все, что не понимали, они в мистику превращали просто. Если бы человек знал, что Эли, Эли, Ляма Савахтания просто на арамейском написано, он бы не сказал, что это иные языки совершенно. Ну, для него это иные языки. И многие люди учат таким вещам, просто ты послушаешь, что просто диву даешься. А почему? Потому что человек элементарные вещи не знает. Писание даже, если чаще читать, уже благословение. Уже благословение. Я хочу добавить по поводу профессионалов, уже добавить к рейзеру. Мало чего можно по поводу твоего, по поводу твоего вопроса, нужен ли должен и пастор быть профессионалом? Однозначно. Потому что пастор, он не только, это не его профессия приходить, стоять за кафедрой, выслушивать кого-то или вести церковь. Его профессия, это духовный предстоятель за всю церковь, которую ему Бог доверил. И пасторам не берут на работу, ну, то есть есть церковь, где берут на работу, но по идее, да, пасторам Бог ставит человека. Да, через рукоположение, да, через других структирей, но ставит Бог. И у пастора должен быть профессионализм не только физический, назовем его так, но и духовный профессионализм. То есть он должен, во-первых, очень хорошо понимать, что такое духовный мир. Я знаю пасторов, которые не понимают, что такое духовный мир, к сожалению. И он должен понимать, что такое дар различия духа, почему он важен. И это не только отличить такого беса от всякого беса. Потому что иногда слушаешь проповеди, пасторов все правильно говорит, прямо как маслом мажет просто, да? Но когда слушаешь, внутри дух поднимается и говорит, это неправильный дух. У этого слова правильный, дух неправильный. И в этом профессионализм должен быть, отличить что да, а что нет. Потому что в результате, потом, после такой проповеди, проповедник уедет к себе домой. А пастору отвечать за то, как это будет понято, и какие будут последствия всего этого. И профессионализм заключается у пастора, это как пинцетом выбирать, кому говорить перед его церковью, а кому не говорить. Куда отправлять, куда не отправлять. Какие курсы начинать, какие не начинать. Имеет ли смысл сейчас начинать арфа-курс или через месяц. То есть это все должно быть. То есть каждый пастор должен знать. Для своей церкви, конечно. Это его видение на его церковь. Потому что не существует плохих или хороших в церкви, менее духовных или более духовных. Если мы соглашаемся с тем, что пастор поставлен от Бога, и Бог утвердил его профессионализм, то если этот пастор говорит, что вот этот курс, вот в этой церкви я проводить не буду, это не потому, что он плохой пастор, а потому что он понимает, что сейчас не время, сейчас не место, это не те люди, не та подготовка, не тот возраст, молодых там мясом кормить и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok